Ну, мы сделали больше 500 сделок за последние полтора года. Что является вашей суперсилой. И мы сами много клиентов так потеряли. Доходность, внимание, это реальные цифры, то есть 800%. Да, некоторые клиенты ведутся на это, но... Добрый день, дорогие зрители нашего канала BeHomes. Сегодня у нас в гостях уважаемый человек, да, Бекхен, представитель компании Kota Capital. Привет! Привет, Андрей. Очень приятно, спасибо, что позвали. Приятно будет сегодня побеседовать с тобой на тему того, как вы за короткий срок добились таких результатов. Вы попадаете как раз в тот самый низкий процент успешных агентств недвижимости, которые сделали за это время больше 500 сделок за три года. То есть расскажи, пожалуйста, в целом, то есть что тобой как личностью двигало, чтобы добраться до той точки, где ты находишься сегодня? Ну, мы сделали больше 500 сделок за последние полтора года, не три года. То есть мы вот за последние полтора вот в июне будет такой... Мы отчет ведем с июня, потому что полноценно мы начали работать именно с этого периода, потому что до этого там передавали клиентов, как-то через других пытались там. Полноценно с июня. Вот, наверное, сейчас уже ближе к 1000 сделок даже будет. Это 500 более устаревшей информации. На сайте я смотрел. Да, там мы обновляем данные, и вы же нам в этом помогаете сейчас. Да, мы одни из, наверное, тех, кто закрепился на этом рынке за последние два года, потому что очень много компаний открылось. Я помню, даже год назад мы приходили к какому-то застройщику, и там каждый день 30-40 новичков именно брокеров приводили на тренинги застройщикам. И ты понимаешь, что каждый день вот этот поток, и тебе еще с ними конкурировать. Вот, поэтому есть компании крупнее нас, есть компании, которые намного дольше нас. На рынке у них там по 200-300 брокеров. Мы не таким форматом идем, мы чуть хотим взять качеством, как мы и делаем. Вот, и последние несколько месяцев, это, наверное, первое время для нас, когда у нас количество брокеров почти 40 достигло. Для нас это слишком много. И сейчас мы будем, наверное, чуть-чуть чистить, оставлять около 30, но хороших брокеров. Чтобы соответствовать именно тому качеству, на которое вы рассчитываете. Да, и чтобы там лиды мы не сливали, да, чтобы у нас именно брокеры закрывали больше. Потому что есть компании, где 300 брокеров, но закрывают из них 30 брокеров. Да, да, да. То есть 10-15%. Мне бы хотелось, наверное, чтобы у нас как минимум 60-70% постоянно закрывали сделки, и пусть это будет там 15% из них топ-брокера, которые сверхрезультат делают. Ну, сейчас мы новый офис переезжаем. Офис у нас вообще мы большой взяли и расшит он на более чем 60 посадочных мест. То есть у нас есть потенциал роста там на ближайшие два года. Как потенциал роста, так и потенциал простора мысли. Да, да. То есть и мы, наверное, впервые сейчас будем делать так, что у брокера свое место будет. То есть он не будет привязывать место, чтобы он, да, хотел и больше находиться в работе, чтобы он понимал, что у него есть такой личный квадратный метр в офисе, чтобы он мог в любое время приходить. Если говорить о стратегии, по которой вы следуете, за счет чего именно удается делать такой результат, то есть вот ты отметил, да, то есть это фокусировка на качестве, да, команды, с которой вы работаете. Наверняка есть какой-то секрет в Литгене, но мы его не будем раскрывать, да. Интересно, то есть какая стратегия является именно работой с сегментом рынка? То есть это что является вашей суперсилой? В первую очередь, милость всего, я и до этого это говорил, когда с другом записывали подкаст, потому что есть компании, которые же делают то же самое, что и мы практически, и ничего не получается. Есть компании, у которых бюджеты в десятки раз выше, чем у нас, и тоже они там позакрывались через год-полтора. Вот. А если говорить о причинах, то, наверное, мы стараемся, чтобы наши брокеры были суперчестными, и они сами. Иногда даже, я тебе говорил до подкаста, переигрывают чуть-чуть. То есть они бывают то, что там какой-то проект вышел, и они играют там, ну, слишком экспертов и говорят, нет, мы не верим в этот проект, мы не будем его предлагать. Хотя, ну, ты смотришь со своей стороны, тебе кажется, этот проект перспективным. Поэтому для нас вот эта честность должна, чтобы мы не продавали клиентам, что попало. Мы не продаем, там, знаешь, под идею перепродадим через 3-4 месяца. Но это невозможно? Ну, много людей так купили, и мы сами много клиентов так потеряли, которым мы говорили, нет, так не надо покупать, но они верят другим, кто им обещает, и у них покупают. Мы таких потеряли. Потом, конечно, у них и проблемы возникают, и они возвращаются. Но в любом случае, то есть это не наша стратегия. Мы даже, более того, я и брокерам говорю часто, не слишком толкать идею под вот эту перепродажу на этапе строительства. Это флиппинг, да? Там нормальное название в этой истории. Потому что изначально цель недвижимости же не в этом. Да. Вот. И мы больше, ну, и я, когда ко мне обращаются клиенты, мы всегда рассматриваем либо под жилье, либо под долгосрочную, краткосрочную сдачу в аренду, потому что здесь показатели, как бы ты знаешь... По аренде просто сверху. Лучше в мире найти очень сложно. Тем более, если мы говорим о краткосрочной аренде. Так как у нас есть и вторая компания, это Holiday Home, мы можем их объекты сдавать там и приносить им 10-15% годовых спокойно. А это очень интересно. Вот этот момент. И второй момент, то, что у нас, как я тебе говорил, на начальном этапе не так много брокеров было. То есть было там 5-6 человек. Я делал весь свой фокус на них. То есть мы всегда вместе по застройщикам, вместе изучали проекты, вместе предлагали. То есть такое максимальное фокусное качество. Интересно, а какая на сегодняшний день твоя специализация в рамках коллектива для компании? То есть компания это как живой организм. То есть ты, понятно, как ее основатель, да? Какую функцию ты считаешь, ты несешь для вот этого организма? Ну, я поддерживаю это все. То есть я участвую везде и в маркетинге, и в управлении, и с брокерами, и в взаимоотношениях с застройщиками, и в плане там финансов. То есть я везде участвую. И как только я как-то минимизирую свой фокус, у нас падают как бы результаты. Вот. И сейчас такую, допустим, роль выполняю как наставник для брокеров. Сейчас буду и стараюсь, я буду больше внимания уделять брокерам, больше с ними работы, больше мотивации. У меня первый косяк брокеров, мы элементарно все проходили вместе. То есть в плане того даже, где одеваться, какие бренды там, какие часы носить, какие машины покупать. То есть это мы все делали как друзья. У меня нет такого, что я прихожу и как владелец компании. Нет, мы больше даже как друзья практически со всеми брокерами. Вот как-то так, наверное. Интересно. Здорово. В общем, как основатель держишь все классические, то есть основные сферы бизнеса под своим контролем, да, и участвуешь на 100% в бизнесе. То есть получается, одно из направлений это именно брокеридж, да, то есть направление работы с покупкой и помощью продажи юнитов недвижимости, да, в дальнейшем для тех клиентов, которые к вам обратились. И второе это holiday homes, да, для того, чтобы как раз таки обеспечивать долгосрочную стратегию с клиентом, да, то есть показывать им гарантию того, что вы на этом рынке надолго, да, то есть вы можете полностью под ключ взять для него юнит и довести его до результата сдачи в аренду. Ну и, собственно, окупаемости его инвестиций, да. Ну смотри, если говорить о том, показатель того, как, ну, то, что мы долгосрочно планируем быть на рынке. Мало кто делает вот сервис, который мы предоставляем. Вот. Вы у нас покупаете квартиру. Во-первых, мы стараемся достать для вас там лучший юнит, лучшую цену, там, если это возможно сделать, то получить скидку на этот юнит. Далее мы как бы оформляем сделку. После этого у нас есть служба заботы о клиенте, служба поддержки, куда клиент, если даже ему брокер не отвечает, куда он может написать и получить ответ на свой вопрос, получить какие-то документы. После этого у нас, как ты понимаешь, бывают разные виды расстрочки. Где-то каждый месяц платить, где-то каждый квартал. Да. Мы полностью обслуживаем вот эти платежи. То есть мы занимаемся... И брокерская деятельность. Обслуживаем. То есть мы с любого города помогаем клиенту перевести деньги, внести деньги за стройшку и получить чек, отправить ему. Ну, не каждый это делает. Но у нас вот это же несет определенные расходы, под это нужны сотрудники. То есть ты... Да, разумеется. Как бы на три года, на пять лет как бы в заложниках вот этой сделки. И мы с радостью это на себя берем. Вот. Это заложники, это успех экосистемы. Да. То есть то, чего вы делаете на сегодняшний день. И более того, после этого, допустим, мы можем принять ключи за клиента. После этого, если... Принять качество билдинга застройщика. Да, да, да. То есть там нужно принимать квартиру. Не просто так зайти подписать. Там реально как свою квартиру. Надо в каждый угол все посмотреть, где что исправить, все указать. После того, как мы приняли квартиру, если клиент не может приехать, мы можем сделать для него там дизайн. Если он хочет сдавать ее с мебелью, полностью дизайн. После этого мы можем помочь ему с покупкой мебели, полностью все расставить. То есть он может находиться в любой точке мира и получать деньги за сдачу в аренду. Или, допустим, мы можем перепродать ему ее. И также он может не приезжать, сделать это по доверенности. Полный комплекс услуг. Полностью, да. Под ключ. Слушай, очень круто. Если пойти в сторону Poly The Homes, то есть какие видишь ты там ключевые точки роста вашего бизнеса? Да. То есть это все-таки краткосрочная аренда? Да. То есть возможно вообще sharing room. Да, возможно. Тоже одна из стратегий в Дубае некоторым. Возможно, будет интересно, что ты об этом именно скажешь. И, соответственно, это наоборот дорогостоящие юниты, да. То есть которые, возможно, можно брать как группу юнитов, да. То есть там, чтобы под клиента делать готовый Holiday Homes, например, на 10 квартир в рамках одного билдинга, да. Чтобы когда это сдастся, то есть у него прям это работало как системная доходная инвестиция на 10 квартир. То есть где будет один управляющий, уборщицы, соответственно, там же качественный бассейн, да. Какая-то экосистема внутри дома. То есть рестораны, клубы, да. То есть и туристы могут пользоваться этим всем удобно. То есть вот один из трех вариантов. То есть краткосрок, да. Какой-то средний сегмент, возможно, долгосрочную аренду ты советуешь каким-то клиентам. Или все-таки вот такой микробизнес, да. То есть Holiday Homes, который вы можете взять на себя в управлении и предоставить для клиента. Что из этого ты видишь наиболее качественным? Шеринг, наверное, точно нет. Для клиентов, которые купили в новых у нас проектах, тем более таких премиальных, это, наверное, будет более как отдельный бизнес с хостелами. Можно делать, да. Я знаю то, что очень выгодно это в Дубае. Вот есть некоторые моменты с законами. То есть это нужно именно... Это мало в каких домах вообще возможно. Вот. За счет того, что там получается... Не все дома это разрушают. Разрушение разное, да. Да. Даже если говорить о Holiday Homes, тоже же не все дома. Вот, допустим, у нас сейчас адрес Крик. Он пока не получил лицензию. И пока там нельзя сдавать краткосрочную аренду. Минимум полгода можно. Но не в этом суть сейчас. То, что мы хотим. Во-первых, смотри, у нас поэтапно будут поступать квартиры. Несколько сотен квартир, которые в любом случае будут сдаваться через нас. И в этом наша точка роста. То, что у нас как бы начиная вот с 2024 в конце, 25, 26, 27. Если даже мы не будем ничего брать с рынка, у нас есть своих клиентов квартир. Сдачи квартир. Да. Вот. И мы нацелены на них именно краткосрочная сдача в аренду. В некоторых юнитах подходят по суточной аренде, да? Это более туристические районы. Какие посоветуешь, если из районов? Ну, все, что поближе к морю, даунтаун, это, ну, понятно, туристические. Если мы берем более такие отдаленные районы, GVC, там, Арджан, даже вот Дубай Хилл взять, они больше подходят там помесячно сдавать. То есть с годовыми контрактами, да? То есть ты имеешь в виду. Или Холиды Холмс может быть помесячной сдачей для семей, и это тоже бизнес-модель. Там можно ограничить, там, допустим, я могу сделать так, что минимальный срок аренды две недели, там, недели, три недели, какие-то юниты. Вот. И у нас много брокеров, допустим, снимают в том же GVC, помесячно, квартиры, и они дают клиентам, я знаю, там, ближе к 15% то, как эти клиенты заходили в эти квартиры. Вот. И что касается... 15%, извини, доходности. Да, да. Ну, элементарно, у нас есть студии, которые мы продавали в GVC по 110 тысяч долларов. Сейчас они спокойно сдаются примерно 6 тысяч дирхам, 6,5 тысяч дирхам. Еще и коммуналки сами платят, квартиранты. То есть они спокойно уже зарабатывают эти цифры. Конечно, с нынешними ценами, и если мы сопоставим нынешние цены стоимости и аренды, сложно, да, 15% никому не обещаем. Но у тех, кто два года зашел назад, зашел в рынок, это спокойно получается в некоторых проектах, не во всех. Если говорить еще о пакетах, ты сказал, готовые пакеты для клиентов, у нас даже бывают предложения для клиентов, которые хотят миллион, два миллиона долларов вложить, то, что мы можем под них подобрать портфель квартир готовых. Более того, там, в дальнейшем они выделяют бюджет, там, под реновацию, да, что-то сделать. Более крупный. Вот. И у нас был клиент, который, допустим, 8-9% доходности хочет получить. Ага. Насчитывает. Ему это достаточно. Таким клиентам мы даже можем предложить то, что мы у них снимаем эти объекты. Ого. То есть мы с ними заключаем контракт, обозначаем ту сумму, где они смогут эти 8-9% получить. Гарантированно. Да. То есть это, ну, как бы в любом случае есть клиенты, нет, мы и платим. А мы уже пересдаем через свой Holiday Homes. Через Holiday Homes. Да. Это, ну, получается такое более как управление, да, этим. А, так слушай, получается, все-таки есть здесь три этапа, да, в рамках вашей группы компаний, да. То есть вы можете за счет именно глубокого понимания работы рынка аренды, да, для тех инвесторов, которые заходят к вам на покупку, гарантировать конкретную доходность при сдаче. То есть на момент сдачи вы можете гарантировать за счет того, что вы знаете цифры аренды, да, вы понимаете на тот момент, когда продаете, то есть какая стратегия для человека подойдет. Да, мы знаем. То есть это будет месячная аренда, так как это отдаленный, или это будет суточная, да, так как это первая линия моря, марина там и так далее. Какие-то другие интересные районы, такие как Дубай и Айсланд, да, которые могут за счет туристического потока и приближенности к морю, да, давать высокую доходность. Мы знаем, какие суммы мы спокойно сможем получить за эти юниты, да, если чуть-чуть надо, так сказать, заморочиться. Есть люди с большими деньгами, которые не хотят. Для них достаточно 8%, 9% это сверхрезультат. Кто тебе в мире в долларах даст такую доходность? Это на самом деле для людей, у которых большие деньги, они понимают, что даже 5% годовых это очень крутой результат к доллару. И да, у нас есть, бывает, ну это индивидуально. То есть это надо, чтобы это... Рассматривать каждый кейс. Да, да. То есть это должны мы выбирать эти юниты, мы должны им их продать. Все должно быть через нас. Мы не хотим, чтобы кто-то пришел, дал нам 10 квартир, сказал, вот я хочу 10% гарантированно, вы там что-то сказали. Нет, не так. То есть это должно быть... Мы должны подобрать эти юниты, да. Поэтому... Поэтому обращайтесь к Кота Капитал на старте принятия решения, через кого покупать недвижимость. Да, круто. Слушай, а знаешь, мне интересно твое личное мнение насчет сегмента моргидж, да, ипотеки, которая сейчас активно набирает обороты в Эмиратах. То есть мало кто знает, что, да, там, на общий объем, то есть юнитов, да, то есть там на 23-й год это порядка 85 тысяч юнитов было продано, да, то есть фактически в Эмиратах. То есть только 13,5 тысяч, то есть это были юниты, купленные через ипотеку. То есть если математически рассчитать, это всего 15% от общего объема проданной недвижимости за 23-й год, да, то есть если рассмотреть, например, там, наши регионы, то Россия, СНГ, там, Украина, то мы можем понимать, что это более 90% наоборот продается в ипотеку, и только 10, да, купленные за наличные, да. То есть как ты считаешь, насколько перспективно это направление в принципе на ближайший там период 5 лет, моргидж, да, то есть и есть ли какие-то у вас мысли о работе с этим направлениями? Ну, в целом, это же всегда было то, что вторичка, вторичный рынок больше, чем офф-план. Соответственно, это вторички, очень много ипотеки. Почему вот еще офф-план конкурирует с ипотекой? Потому что мало кто в мире также дает такие условия, как здесь расстройщики. 100%. По расстройщике... До 7-8 лет у нас доходит, да, расстройщика. И даже вот в Москве мы смотрели, нет такой расстройщики. Там либо ты берешь на котловане в ипотеку, либо полная оплата. И вот, когда рынок чуть остыл, начали давать некие расстройщики. Что касается ипотеки в Дубае, огромный потенциал в этом есть, потому что много людей сюда переезжают для того, чтобы жить. И как ты понимаешь, вот эти платежи по ипотеке, они иногда и в два раза бывают меньше, чем аренда квартир. Да, вот это вот залог успеха, на самом деле, в Лиде Холмс. И люди понимают то, что они платят за аренду, по сути, выплачивают квартиру кому-то. Это ужасно. Да. Осознавать это. Когда проходит там 6 месяцев, год, после того, как они работают, получают официальную зарплату, соответственно, они подают на ипотеку для того, чтобы уже купить свою и платить за свою квартиру. С учетом того, что процентные ставки тут не такие высокие. И в случае чего, если даже ты переезжаешь, ты можешь эту квартиру сдать, и аренда спокойно будет это покрывать. Если даже рынок упадет на 30-40%, все равно это будет покрывать. Потому что стоимость аренды намного выше, чем эти платежи. Да. Мы сейчас усиленно начали направлять свой фокус в это направление, то есть в ипотеку. И мы понимаем, что есть разные условия, да. То есть есть возможность брать ипотеку для тех, у кого зарплата дольше 6 месяцев, да. В принципе, то есть там нужно зарплату там от 20 тысяч дирхам официальную, да. И можно приобрести квартиру там с первоначальным сносом всего 20%, представляешь? То есть и, соответственно, данная квартира... Потому что такое 20%? 20% в реальности это практически два годовых контракта от стоимости квартиры, если реально считать. То есть у нас есть эти расчеты. Интересно получается то, что фактически ты оплачиваешь 20%, например, да. То есть и у тебя годовой платеж, как ты правильно подчеркнул, будет составлять в два раза меньше, чем сумма, которая тебе будет приносить сдачу в аренду через Holiday Homes. Это даже если рассматривать годовые контракты. А если вы будете использовать свое плечо Holiday Homes на месяц и на посуточно, то конверсия будет, ну, ROI будет еще выше значительно. И данная структура позволяет делать человеку, инвестору, который вкладывает 20% и сдает в дальнейшем в течение 25 лет, на которые берет ипотеку, он может сделать доходность. Внимание, это реальные цифры, то есть 800%, представляешь? То есть от 800 до 1100% за 25 лет. То есть 1100%, если разделить на 25 лет, это 32% годовых, навложенный. И интересно то, что данная экономика, она работает до полумиллиона долларов. То есть от 150 до полумиллиона долларов данный юнит, он как бы ликвиден, то есть в аренде. Если выше брать юниты, миллион, полтора, то там аренда уже не может стоить настолько дороже. То есть и вот эта вот модель очень интересная. И я думаю о вашей структуре бизнеса, подумал о том, что есть еще секретная такая история, когда, соответственно, инвестор, у которого есть больше двух-трех квартир, и он имеет регулярные рекуррентные платежи на свой счет с аренды, он имеет право точно так же получить ипотечный кейс совершенно официально. Потому что банк видит, что это белый платежный человек, который имеет доход здесь, и плюс у него есть недвижимость, которую он может заложить. То есть собственник квартир, который есть, например, у вас, да, два-три квартиры, то есть потенциально с момента сдачи квартир после трех месяцев он может взять себе еще до пяти квартир через ипотеку, заложив залог эти, да, то есть увеличив свой доход, да, с недвижимости еще там в два-три раза. Это и чуть-чуть раздувает пузырь, конечно, вот эти схемы все. Но ты правильно сказал, кстати, то, что вот это работает до 500 тысяч долларов, потому что мы заметили то, что вот эти дорогие юниты, элементарно взять вот Blue Waters, там бывает 5-6% доходности квартиры стоит там по 2 миллиона долларов, да, но доходность у них не такая, как у эконом-сегмента. Ну, или даже там комфорт, бизнес, да. Тот же даунтаун, на самом деле, однушки есть по полмиллиона долларов вполне, да, то есть, ну, просто нужно знать. Да, даже на Пальме можно купить в старых домах 2 миллиона Дерхам, можно найти. Ну, это как раз и есть сумма там 450. Вот это на Марине, допустим, самые вот эти старые дома, самые актуальные для краткосрочной аренды. Несмотря, да, на возраст их. И тараканы, и состояние, да. И состояние, да, так себе, но как бы доходность они дают хорошую. И уже там третья, четвертая, да, волна ремонта была. Да. Побелили и поехали, да. Там часы после потопов, наверное, еще одна волна ремонта, говорят, там затопило. Я думаю, и с потопами вы тоже работаете. То есть, я имею в виду, что вы просто знаете, где топит, где нет. Да, вот, допустим, мы заметили, что я уже на Крике, у нас не было вообще никаких проблем. А в Хилсе я слышал, что заезды, выезды, вот эти места затопило, некоторые улицы с виллами, но в целом какой-то глобальных проблем каких-то не было. Ну, и ты же сам, наверное, видел, через 2-3 дня уже не было ничего. Да, потопов все устранили. И вот сегодня был дождь, особо последствий нет. Быстро учиться. Сколько всего внедрили после этого. То есть, 22 миллиарда долларов чисто на эти ливневки, на канализации. То, что Эмар, допустим, взял на себя ремонт всех квартир. Не просто там своих домов, да, даже квартиры. Несмотря на то, сколько лет зданию. То есть, даже старые свои дома, в них они взяли ответственность на себя, то, что все квартиры они отремонтируют. Я думаю, мало где-то возможно вообще. Вот это значит, что правильно нужно выбирать, кем идешь, да. То есть, начиная от компании, да, и до застройщика. Да. Слушай, а мы с тобой таким образом подобрались, на самом деле, к интересной теме про застройщиков, да. То есть, мы с тобой еще ранее об этом говорили, да, что сейчас у нас на дворе, там, 2024 год, да. То есть, мы помним, как в 2022-м, да, поднялся спрос на покупку недвижимости в Эмиратах по определенным обстоятельствам. И, соответственно, в тот момент спрос был максимально эффективен именно со стороны инвесторов, частных предпринимателей, да, которые захотели приобрести недвижимость, как-то релацировать капитал в Эмираты, да. То есть, но при этом застройщики, находящиеся в России, СНГ, там, странах Украины, начали думать о том, как находиться на волне этого спроса, да, и, возможно, им тоже нужно дифференцировать капитал, дифференцировать свои зоны строительства, и начали рассматривать активно эти территории. И получается, что вот сейчас за эти два года, то есть, они, по сути, смогли открыть свои компании, договориться, узнать, познакомиться ближе с реальными строительными компаниями, которые здесь работают, познать все процессы, потому что это другая страна, да, и только сейчас начать запускать новые здания. Как ты считаешь, вот, есть ли потенциал, то есть, у российских застройщиков сейчас, в принципе, занять хорошие позиции на локальном рынке? Будут ли они, в принципе, увеличиваться со временем на ближайший, там, Говизонт пять лет? Да, мы вот заметили вот этот тренд того, что очень много застройщиков сейчас новых заходит на рынок, там, начиная от мелких, и до более серьезных, да, кто-то начинает с виллами, стендхаусами, кто-то там пятиэтажные дома, кто-то сразу там более высокие дома запускает. Насколько я знаю и насколько я знаю по тем застройщикам, с кем мы там более-менее сотрудничаем, у них получается продавать столько квартир, чтобы продолжать строить эти объекты. Но тут еще вопрос в другом, до чего они дорастут, да? Эти застройщики, ты имеешь в виду? Да, эти застройщики. Они могут строить дома, то есть у нас есть очень много застройщиков в том же GVC, которых никто не знает, и они их продают. То есть это своим, у них может быть свой какой-то внутренний рынок, на кого-то они специализируются, но кто из них сможет стать более таким значимым именем на рынке? Вот это мало кто сможет, потому что, во-первых, конкурировать придется с очень крупными застройщиками, Эмар, Миргаз, там, Нахиль, да, если их брать, они строят глобальные проекты. Но у нас есть, допустим, единицы застройщиков, которые начали два года назад, три года назад, которых уже хорошо закрепились, уже пользуются спросом среди агентств, что, ну, когда ты не... Мы не хотим продавать, что попало. То есть, да, они показали нам то, что у них есть хорошее качество, то, что у них есть хорошая наполненность домов, да, проекта, и мы тоже этих застройщиков продаем, доверяем им. То есть я вижу то, что в перспективе еще пару лет они реально, ну, станут крупными, одним из крупных... Составят конкуренцию. Да, ну, может, и не крупным застройщикам составят конкуренцию, но как минимум топ-20, топ-30 вот так будут входить. Больше сотни точно есть застройщиков сейчас на рынке. Больше 250. Ну, вот, больше 250, да. Мы, я знаю то, что у нас как минимум, наверное, 60-70 контрактов точно есть, но мы не фокусируемся на всех. Я и новичкам нашим говорю, то, что вам достаточно, это даже топ-10, потому что если мы погуляем по GVC, мы можем еще 10 найти новых, но это не значит, что мы обязательно их должны продавать. Разумеется. Когда я сюда только приехал, один из людей, с кем я познакомился, он был директором в одном крупном очень агентстве, он мне сказал то, что не фокусируйтесь вообще на маленьких застройщиках, вообще забудьте об этом, иначе у вас могут быть проблемы потом. Со временем. Да. Поэтому мы вот фокусируемся, фокусируемся, если, окей, мы можем выбрать сегмент. Возьмем, да, у клиента 250 тысяч долларов, да, ты не можешь ему продать MR, Мираз, потому что у них нет ничего, но ты можешь выбрать вот из этих более мелких застройщиков, ты можешь выбрать самого лучшего. Да, разумеется. Правильно? И его продавать. К этому я это говорю, я не говорю то, что вообще не надо там продавать маленьких застройщиков, а к тому, что нужно уметь выбирать в каждом сегменте лучшего застройщика. Да, правильно, да, абсолютно. Вот, и что касается застройщиков, да, в любом случае у них есть потенциал, потому что просто до сих пор огромный спрос. Угу. Любой проект, хороший проект, который запускается, он продается также за пару дней. Элементарно, возьмем запуски последние в Абу-Даби. Продали все свои юниты просто по roadshow. Те, кто на местном рынке, ничего не смогли купить. Возьмем вот Mariam Island. Мы продали в последнем их запуске почти 40 квартир. Опять же, это было там по договоренностям, нам дали какие-то привилегии. Если бы мы зашли именно в день продажи, мы бы не смогли там вытащить юниты. Многие люди остались без юнитов там, студии, однушки там просто улетают. Поэтому мне кажется, говорить о том, что спрос упал, вообще смысла нет. Возможно, мы это еще не чувствуем, потому что мы изначально вообще не получали эти легкие сделки там с Россией, соседних стран, потому что элементарно не было даже возможности. Оттуда лиды были очень дорогие. У нас не было возможности Инстаграм, Фейсбук там настроить. Поэтому мы всегда шли там тяжелым путем. У нас настроена реклама на кучу стран. То есть это тяжелая работа с каждым лидом. У нас бывают лиды, с кем брокеры 8 месяцев работают. Вот вчера закрыл парень сделку, он мне пишет, что он год с ним работал. Год он вел человека. Понял, рассказывал. Да, да. То есть это терпение надо. У нас, как бывает, вот брокеры могут прийти, ему человек может сказать, для меня сейчас не актуально. И он может его забросить. А кто-то берет этого человека и ведет весь год. Это не значит, что он вот по этому пути не закрывает. Нет, он и тут делает рекорды, продажи. Но настолько профессионально то, что он может вести клиента 8 месяцев, 9, 10 и закрыть его там. Знаешь, какой брокер крутой? Тот, кто, у кого есть запланированные сделки на вперед. Это мало кто может. Все работают здесь и сейчас. Крутой брокер, у него запланированы сделки через месяц, 2, 3, 4. Потому что у него есть клиент, который должен приехать, который должен получить деньги. Подать квартиру в другую страну. Подать что-то. Да, да. И весь этот срок, этот клиент должен остаться с этим брокером. Да, это круто реально. Да, потому что ты знаешь, что сейчас на рынке происходит. Я думаю, люди готовы переманить клиента, отдать ему комиссию. Ну, Дубай этим сильно отличается от других стран. Комиссионные. Но мы говорим клиентам, да, вы можете получить эту комиссию, там, пару процентов с этого брокера. Но будет ли он еще 5 лет с вами работать, заниматься вашими платежами, вашими документами, в дальнейшем вашей квартирой не будет. Экосистемность вашей компании, она, по сути, является ключевым фактором принятия решения. Потому что, ну, остальные, даже если будут демпинговать, там, 1-2%, ну, это не оказывает именно сервиса и доверие, что является ключевым. Человек все-таки покупает квартиру, да, а не игрушку, там, какую-то, да, то есть... К сожалению, не все это понимают, да, некоторые клиенты ведутся на это. Но, опять же, хочу сказать то, что никто, я вот уверен в этом, ты же можешь это в DxB Interact зайти проверить даже по сделкам, никто не получал цены лучше, чем мы. Если мы возьмем тот же район GVC, никто, там, ни из одних брокеров, агентств не продавал для своих клиентов квартиры дешевле, чем мы. Ты имеешь в виду, покупал? Ну, то есть, для них? Ну, я имею в виду то, что вот возьмем любой проект, там, некоторых застройщиков, и ты можешь посмотреть сделки в этом проекте. Ага, да, транзакцию, да? Да, транзакцию. И ты найдешь то, что вот, если я могу там взять юниты, там, самые дешевые юниты, это будет то, что продали мы. Не потому, что они были изначально, там, изначально цена была, как у всех. Потому что мы, там, если у нас крупные инвесторы, если там, товая покупка, мы боремся прям за этого клиента, мы выбиваем и условия для него, и скидки для него, и в некоторых проектах у нас эксклюзивные этажи и эксклюзивные цены, которые другие не получают. Это, ну, делается, конечно, не просто так. То есть, к этому... Ну, к этому нужно было прийти, получить имя. Да. Это нужно было получить имя, получить доверие этих застройщиков. То есть, в этом очень много работы было проделано для этого. Казалось бы, нам невыгодно дешево продавать, потому что наша комиссия уменьшается, но мы об этом думаем не в первую очередь точно. Поэтому для нас главное, чтобы клиент остался доволен, мы довольны то, что сделку закрыли, застройщик доволен то, что юнит продал. Это круто очень. Реально. У нас такой подход. Где это возможно? Где это, к сожалению, пока невозможно, да, у крупных застройщиков на такое... Ну, у них мы стараемся уже лучше юниты выбить. То есть, в любой ситуации, какая бы сделка ни была, пытаемся сделать максимально для клиента, на максимальном условии. У нас, я думаю, наши клиенты и знают, у нас и много подарков бывает для клиентов. Если мы узнаем, что они приехали в Дубай, опять же, много там мы дарим от себя какие-то билеты на какие-то развлечения. Работаем в этом направлении, чтобы долгосрочно выстроить отношения с клиентом. семейное погружение, да, то есть, агентство, которое может полностью взять весь процесс на себя, да, то есть, как и гарантию инвестиций предоставить, так и являться надежными партнерами на долгом промежутке времени. В общем, кто хочет именно получить недвижимость, да, и заниматься... И заботу. Заботу, да. То есть, в Эмиратах хочет получить долгосрочный, хороший, классный сервис. Нужно обращаться точно в Кодекапитал и получать гарантированную доходность. Но нужно сделать это полностью от начала и до конца, только тогда компания гарантирует результат. Вопрос все-таки, вернуться, если именно к застройщикам. На твоем вот опыте, какая средняя вообще стоимость покупки этажа, да, и в рамках вашего опыта, ну, какое максимальное, например, количество этажей вы продавали в рамках единой сделки. По этажам, не помню, могу сказать, по юнитам, если говорить именно в одни-две руки, наверное, это было по 30 юнитов. 30 юнитов. А вот 30 юнитов, получается, если в среднем, да, то есть, это порядка где-то, ну, в зависимости от билдинга, то есть, может быть, наверное, от 6, 5-6 этажей, да, приблизительно. Поменьше, наверное. Поменьше, да, там 3-4, то есть... 10 юнитов на этаже. Да, то есть, бывают же объекты, где на этаже может быть больше 10 юнитов. Да, да. Там и 12 квартир, и больше бывает. Да, я к чему задаю вопрос, просто 30 юнитов, это довольно серьезная сумма, да, то есть, ну, понятно, что там разные типы юнитов, но средняя цена, наверное, порядка где-то 300 тысяч долларов, 350. Средняя, да, потому что там однушки, двушки, то есть, если среднюю мы берем... Средняя порядка какой цены. Это, да, не самые дорогие проекты, не самые дорогие районы. Да, ну, то есть, фактически, это такой определенный, получается, класс людей, да, то есть, которые рассматривают именно работу капитала в долгую, да, то есть, и объем инвестиций порядка 9-10 миллионов долларов, да, то есть, средним. То есть, мне интересно, вот как вы относитесь, в принципе, к запуску, то есть, новых застройщиков здесь, то есть, и как ты думаешь, какие вообще есть перспективы развития именно новых застройщиков за счет вашего опыта, да, то, что вы хорошо понимаете, какие типы планировок заходят, в каком комплекте, да, то есть, они могут продаваться. Есть секретные застройщики, которые продают сразу с мебелью, и рынок это очень любит. То есть, за счет того, что вы знаете хорошо потребности клиента, то есть, фактически, у вас очень крутые возможности по развитию своих собственных девелоперских проектов. Как ты к этому относишься, и какое у тебя к этому отношение, взгляд? Ну, сейчас мы как раз ведем работу с несколькими инвесторами и застройщиками, пока как бы пытаемся сделать, ну, договориться, то, что вот, допустим, мы приводим инвестора там на землю, этот девелопер как бы строит, потом они делят прибыль в этом формате. Также, конечно, в перспективе рассматриваем именно самим стать застройщиком. Понимаю, насколько это ответственно, насколько это тяжело, поэтому хочется максимально подготовленным к этому подойти. Да, есть понимание того, какие юниты востребованы, что для клиента важно в проекте. Мы понимаем все, как сделать, чтобы купили. Мы это точно понимаем. Какие виды оплат сделать, какие договора делать и так далее. Ну, возможно, да, сегодня придем к этому, может, в начале следующего года. Начнем с какого-то небольшого проекта. Или, допустим, если сейчас вот с этими инвесторами, девелоперами, может, как-то под своим брендом что-то сделаем. Тоже вполне возможно. Это логичный этап для любого агентства перерасти в застройщика. Разумеется. Да, мне кажется, это мечта всех агентств перерасти в застройщика. И, наверное, знаем, что нескольким это точно здесь удалось и достаточно успешно. Поэтому в этом у нас сто процентов есть в планах. Круто. Мы желаем вам огромных энергетических ресурсов для реализации этой глобальной задачи. Потому что в мировом понимании, на мой взгляд, это очень высокая ценность, которую застройщики на самом деле несут для этого мира как такового. Потому что на самом деле это обеспечение кровли, то есть жилья для людей. То есть это базовая потребность любого человека. Мы же за счет застройщиков получили такие красивые районы, как Блю Уотерс, Марина, Пальма, Дубай Хиллс, Дубай Крин. Разумеется. Это же все застройщики сделали. То есть они сделали этот город, по сути. Бурдж-Халифу Эмар построил, Дубай, мол, Эмар построил. Тогда они как бы застройщики строят, по сути, современный этот мир. Да. Поэтому спасибо. Спасибо тебе большое, Бекон. Я считаю, что ты сегодня предоставил вообще просто кучу инсайдов для тех, кто задумывается, как заходить на локальный рынок. Мы обязательно оставим твои контакты, ссылку на Инстаграм, на ваш сайт, для того, чтобы вы наши пользователи и, возможно, инвестора, партнеры или люди, которые захотят создать что-то приближенное, могут всегда обратиться к тебе. Спасибо тоже вам за приглашение. И для меня это второй раз всего. Я первый раз с другом разговаривался. Для меня это первый опыт. Мы с тобой первый раз сегодня увиделись, познакомились, с компанией сотрудничаем. Сотрудники ваши приходят к нам в офис, мы с ними работаем. Поэтому спасибо за приглашение. Если, может, что-то упустил, что-то не сказал, может, еще раз встретимся, поговорим. Конечно. Еще будут у нас совместные встречи, обсуждения новых продуктов. И надеемся, что в следующий раз мы будем уже как раз обсуждать, какие следующие районы ваш застройщик рассматривает для строительства. Да-да, надеюсь, тогда нам надо поспешить с этой задачей. Спасибо большое. Спасибо вам.